Привет, я Сафронов. И это уже вторая часть топа лучших игр по подписке Экстра и Делюкс на моем канале. Данный ролик подойдет для тех, кто только собирается купить себе подписку, но не уверен, что там будут годные игры, а также для тех, кто уже приобрел ее и не знает, какие игры действительно требуют внимания. С меня самые крутые игры, а с тебя лайки и подписка. Открывает наш список игра от студии ID Software, сногсшибательный Doom Eternal. Это просто безумный шутер от первого лица, где нам предстоит сражаться с сотнями мобов. Для общего понимания, игра похожа на Serious Sam, в которую уверен играл не один десяток миллионов геймеров. Никаких открытий, стелса и прочего, просто берем пушку и начинаем ломать кабины одну за другим. В игре, конечно же, присутствуют арены с боссами, и выбор сложность выше среднего, бои превращаются в настоящий челлендж. Если хотите расслабиться после работы, не заморачиваясь на сюжет и прочее, то игры лучше даже посоветовать не могу. На девятом месте я расположу Assassin's Creed Valhalla. Игру буквально несколько дней назад добавили в подписку, и честно говоря, я был очень этому рад, ведь собирался приобретать диск, но тут случился такой подгон. Valhalla это последняя часть мифической трилогии Assassin's Creed, но по сравнению с двумя частями имеет ряд преимуществ. Во-первых, разработчики наконец-то убрали уровень опыта героя, который откровенно тормозил прохождение в прошлых частях, ведь просто продвигаться по сюжету залпом мы не могли. Если соперник был хотя бы на два уровня выше, то наш главный герой отъезжал в реанимацию с двух, а то и с одного удара, и поэтому приходилось идти выполнять 3-4 сайдквеста от NPC просто для того, чтобы продолжить сюжет. Ну или предлагали купить опыт за реальные деньги. Valhalla этого нет, и я скажу больше. Сайдквесты хочется проходить самому, ведь они стали намного интереснее, представляя связанную между собой одну сюжетную цепочку. Помню, как бежал выполнять основное задание, отвлекся на сайт, и не заметил, как уже больше двух часов продолжаю допы. Ну и не стоит забывать, что игре придется отвалить около 50-60 часов своего времени для прохождения. Но если вам нравятся игры от Ubisoft, и в частности мифическая трилогия Assassin's Creed, лучше начать с Valhalla. А если у тебя еще нет подписки, либо ты хочешь какую-то отдельную из этих игр, у меня есть проверенные ребята. Ребята из PS Propaganda оформят подписку и купят любую игру на твою PlayStation без VPN, даже если у тебя нет зарубежного аккаунта. Сейчас мега акции, подписка Deluxe всего 1000 рублей в месяц при покупке годового тарифа. Официальная работа через сайт, никаких переводов на карточку, гарантия на все товары, на всю жизнь, и самое главное, это низкие цены на рынке. Так, например, Need for Speed Unbound обойдется вам в 1290 рублей, Metro Exodus за 790, а Mortal Kombat 11 Ultimate Edition за 590 рублей. Еще больше игр в их каталоге, переходи в их бота по ссылке в описании, а по промокоду SAFRONOV получишь 10% на любую услугу. Ну а мы продолжаем. Для всех любителей хорроров и франшизы про ксеноморфов существует уже ставшая легендарной Aliens Isolation. Игра по мотиву фильмов про чужого, где история развивается между первой и второй частью фильма. По сюжету мы играем за дочку главной героини первой части Аманду Рипли, которая пытается узнать, что случилось с матерью. Игры невероятно атмосферные. Весь сеттинг и детали внутри корабля точно-точно такие же, как в оригинальном фильме, и только посмотрев его, сразу же стоит бежать проходить игру. Один из тех хорроров, что по-настоящему пугает. Постоянное чувство одиночества и отсутствие понимания того, что скрывается за поворотом. Всю игру где-то по трубам нас будет преследовать чужой, поэтому тупо бежать не получится. И порой прежде, чем выстрелить в андроидов, необходимо несколько раз подумать, ведь этот шум обязательно его привлекет. Следить за ксеноморфом мы можем по специальному устройству, как и в фильме. Убить чужого не способны, а можем лишь отпугивать огнеметом. В самом крайнем случае. Обязательно рекомендую ставить уровень сложности высокий, ведь тогда искусственный интеллект ксеноморфу вас по-настоящему напугает. И несмотря на то, что игра вышла в 2014 году, она до сих пор потрясающе играется, и самое главное, вызывает эмоции. На седьмом месте я расположу трилогию про расхитительницу гробниц, Лару Крофт или Tomb Raider. Мне удалось попробовать поиграть в последнюю часть, когда делал свой обзор на Uncharted 4, и знаете, был реально удивлен. По синематике и постановке сцен, уровень последней игры Shadow of the Tomb Raider значительно превосходит предыдущие части. Лично мне не хватило баланса между перестрелками, паркуром и головоломками. Кстати, над последним придется серьезно поломать голову, но игры про Лару всегда этими славились. Для всех тех, кто без ума от Uncharted и хочет поиграть в что-то очень похожее, сложно будет найти что-то другое. Забавно, как все хейтили поначалу Uncharted за то, что это лишь жалкая пародия на Лару, а в конечном итоге игры по этой серии стали стремиться к уровню Naughty Dog. Бывает. Следующая игра понравится не только любителям самураев и древней Японии, но и любому геймеру, ведь что там за визуал, ё-моё. Речь, конечно же, идет о Ghost of Tussima от разработчиков из Sucker Punch Production. Сюжет в игре потрясающий тем, что держит в интриге. Самое главное, не затянут, а прям идеально. Боевку, думаю, можно назвать в какой-то степени уникальной. Обычно рядовые противники могут убить вас с парочкой ударов и не будут стоять ждать, пока вы разберетесь с кем-то одним, а нападают толпой, поэтому необходимо всегда быть концентрированным. Открывая новые умения и прокачивая персонажа, каждый бой будет все красочнее и эффективнее. Особенно понравилась идея с дуэлями, когда прежде чем начать замес, ты вызываешь один на один противника, и благодаря реакции нужно вовремя вытащить меч и порубать его. Игра по-настоящему превосходна в плане визуала. Очень яркие цвета, которые не позволяют тебе отвлекаться от картинки, и передвижение на лошади не становится рутинным делом. Рекомендую в настройках включить режим контрастности, чтобы получать настоящий оргазм. И чтобы не загружать такую красоту интерфейсами карты, разработчики придумали крутую механику. Чтобы понять, в каком направлении нам двигаться к следующей цели, необходимо провести по сенсорной панели геймпада, и тогда ветер покажет нам направление. Планирую в ближайшее время вновь перепройти игру, несмотря на недавнее прохождение пару месяцев назад. Давай так, если этот ролик соберет 250 лайков, я выпускаю третью часть, а для того, чтобы ты ее не пропустил, предлагаю тебе сразу, прямо сейчас, подписаться на канал. На пятом месте расположу игры из жанра интерактивное кино, а именно серии Dark Pictures. Кто не шарит за жанр, вся игра состоит из 70% катсцен, где мы выбираем действия для главных героев. Погибнуть может абсолютно каждый, и какая история получится именно у вас, зависит только от вас. Поэтому, как минимум, можете быть уверены в реиграбельности данных игр. Если понравилось Until Dawn или Detroit, то не разочаруетесь. Horizon Запретный Запад. Продолжение Zero Dawn, история главной героини Элой. Кто не играл, расскажу. Игра выполнена в сеттинге постапокалипсиса, но не типичной зомби, а в том, где миром правят роботы в виде животных. Человечество скатилось к первобытным временам, где теперь сочетаются и копья, и лазерные пушки. Основной фишкой игры является боевка, где необходимо изучать и попадать в уязвимые места роботов, а также устанавливать ловушки и крафтить необходимые припасы в виде стрел для каждого боя индивидуально. Сиквел получился достойным. Конечно, не все проблемы были исправлены, например, ближний бой как был рандомным дерьмом, так ими остался, но диалоги и режиссура стали на уровень выше. Теперь это не просто лица болванчиков без эмоций, а достойный уровень. Конечно, первая часть держала напряжение от неизвестности и интригу, что не особо получилось в сиквеле. Графика, разумеется, стала на три уровня больше. Растительность, подводный мир, песочные руины, локации стало намного больше и стали разнообразнее. Больше всего впечатлил затопленный Лас-Вегас. Лично я пробежал мимо сайдквестов, но по рассказам друзей сделал это зря. Каждая линия уникальна и преподносит уникальный геймплей. Благодаря таким эксклюзивам мы и покупаем плойки. Открывает тройку Fallout 4 и 76. Тут игры не нуждаются в особом рассказе, ведь знакомы каждому. Нам необходимо выживать в пустошах после ядерного удара. Ценится за огромное количество квестов и развязок, что может подарить сюжет. Большой выбор при крафте оружия и ограниченное количество ресурсов. Fallout 76 вызвал огромный хейт у фанатов, но сейчас спустя годы игру довели до ума. Стоит уточнить, что обе игры не имеют русской озвучки, но субтитры присутствуют. Если в свое время пропустили данные части, самое время их наверстать. На втором месте я расположу Returnal. Игра в жанре рогалик, и давайте я расскажу сразу, что это такое. Рогалик это тип игр, где при смерти вы теряете все свое снаряжение и начинаете заново. Но при каждом возрождении перед вами будут измененные уровни и коридоры, не похожие друг на друга. И поэтому каждый раз при смерти от босса или рядового моба, вы не сможете тупо пробежать по тому же пути, как например в Dark Souls. Звучит очень жестоко, но играется очень увлекательно. Во-первых, из-за того, что игра выходила как первоначальный сет игр для пятой плойки, здесь задействованы все функции DualSense на максимум, что погружает сильнее в игру. Если вам будет сложно или скучно проходить в одного, в начале возрождения вы можете вызвать рандомного игрока, который поможет вам, ну либо с другом. Я проходил игру с чуваком из штатов. Хоть языки слабо понимаю, но было весело. Это одна из тех игр, которые точно нужно попробовать, прежде чем делать вывод. Вот реально, поставьте прямо сейчас на скачку, три часика побегайте и с большей вероятностью влюбитесь в эту игру. Никакие обзоры это не передадут. Ну и первое место забирает игра, которая не побоялась быть смелым экспериментом легендарной серии. God of War 2018 года. Данная часть не похожа на то, что мы видели раньше. Больше это не тупой слэшер лоб в лоб сотнями врагов, а игра, сделавшая акцент на сюжете. Кратос уехал из Греции, перебравшись в скандинавскую мифологию, теперь является отцом, и по сюжетам мы своим сыном Артреем понесем развеют прах жены на гору. Вечные проблемы отцов и детей на месте, ну и боевка мое почтение. Кто бы что ни говорил, из тех, кто не играл, это одно из лучших, что я видел. Только одна механика бросания топора не отпускает тебя из этой игры. Прокачивая умения и навыки, мы изучаем новые приемы, которые, если грамотно комбинировать, потрясут вас красотой, что происходит на экране. Про продолжение 2022 года я вообще молчу, это, наверное, лучшее, во что я играл. Если каким-то образом пропустили или сомневались, бегом ставить на закачку. Это второй десяток игр, которые я собрал для вас, и я хочу услышать именно ваше мнение, чтобы вы написали в комментарии, какие игры я упустил, а, возможно, какие-то сюда просто не должны были входить. Если тебе понравился ролик, поставь лайк и оформь подписку на канал, ведь мы идем к 2000 подписчиков. До скорого.